Всем привет, с вами Сплит и сегодня мы обсудим вопрос, который задают мне очень часто в комментариях. Что-то типа, Влад, я тысячу лет не играл, как мне начать, как мне заработать? Влад, мне лень что-то делать, я не хочу в нули ВХ, я хочу играть в соло в хайсеках, как мне зарабатывать на Плекс? И тому подобное, и сейчас мы разберемся, как при помощи альфа-клонов в кратчайшие сроки заработать себе бабла как раз-таки на эти Плексы. Но для начала мы разыграем как раз-таки 500 Плексов. Кто не первый раз смотрит мои ролики, знает, что под каждым гайдом, если оставить комментарий с мнением на тему данного видео, а также ваш игровой ник, вы можете выиграть 500 Плексов. Ну что ж, последний ролик, именно гайд был под Цитаделем. И народ там писал свое мнение и, естественно, писал свои некие комментарии. Давайте среди них как раз-таки и разыграем. Если вы напишите под этим видео, соответственно, розыгрыш будет после выхода следующего гайда. Но вернемся к гайду от Цити. Нажимаем наш рандомайзер и нажимаем старт. Старт. Система собирает все комментарии в одну кучу. И смотрим. Роман, к сожалению, не написал своего игрового ника. Его тут нету. Либо я слепой, поправьте меня. Поэтому мы нажимаем следующий. Вот так вот. Апвел майнинг маячок. Фиксус Абрай Эли. Валмон, поздравляю тебя. Ты выигрываешь 500 плексов на абсолютную халяву без регистрации и смс. Итак, вернемся к теме нашего видео. Что нам потребуется для того, чтобы зарабатывать несметные богатства в хайсеке, при этом практически ничем не рискуя? Во-первых, на данный момент нет саспекта за прохождение четвертых и пятых данжей. То есть безн, абусов. Поэтому вы ничем не рискуете. Вас никто не будет ждать на маячке. Когда, естественно, рано или поздно эту тему вернут обратно, вам просто необходимо более тщательно выбирать систему. Открываете ту же карту Евы, либо Датлан, и просто ищите систему в хайсеках, где меньше всего бывает народу. При этом максимально далеко от торговых хабов. В таком случае вас не задолбают пиратики. После того, как вы определились с системой, вам необходимо понимать следующее. Для комфортного и безопасного фарма бездн вам потребуется чар, у которого по максимуму выкачано. Сам корабль. Голенские колдарские крузаки. Вам необходимо загнать в четверку. Это обязательное условие. То есть мы смотрим Голенский крузак в четыре. Колдарский крузак в четыре. Далее. Инженерка. Инженерку максимально загоняете по максимуму. Щиты. Щиты, опять же, очень важно загнать. Вот эти вот все в четверку. Ем компенсейшн тоже. Хотя бы в двойку. Для альфа-клона именно в двойку. Выше вы не загоните. Ракеты также загоняете по максимуму. При этом вам необходимо выкачать Т-2 рапидки. То есть рапид лайт миссайл. Дроны загоняете по максимуму. При этом вы можете обратить внимание. У меня чар был омегой. А соответственно часть скиллов были перекачаны. И сейчас они не работают. Ну и это, в принципе, самое важное, что вам необходимо прокачать. Далее. Сам фит корабля. Тут ничего сложного. Корабль стоит 535 миллионов. Самое дорогое у него это шилд экстендеры. При этом, если, допустим, у вас не хватает денег, вам не обязательно ставить все три фракционные. Хотя бы один фракционный придется ставить, но три не обязательно. Далее. Носфу, опять же, фракционную тоже смысла ставить никакого нет. Носфа должна быть, но хватает и мета-четвертой. То есть, если вы только начинаете крабить эти бездны, то вы ставите обычную Носфу. Мета-четвертые арбалесты. Они при этом едят намного меньше капы, чем Т-2. И, соответственно, сюда у вас влезет меньшее. Придется тратить исок на зеленые модули. Ну и все остальное, как вы видите, Т-2. Т-2 риги обязательно. То есть, примерно стоимость моего корабля полмиллиарда. Данный корабль абсолютно легко и непринужденно проходит любые бездны, включая тройки дарки. С дарками, да, придется повозиться. Возможно, я бы с дарками рекомендовал бы с тройками вам убрать один шилд экстендер и поставить туда сетку. Для того, чтобы ваши дроны и ваши ракеты лучше наносили урон. Но, опять же, можно проходить и в таком сетапе. Внизу обязательно два шилд пауэр релея и дрон дэмэйдж амплифайер. Но важно учитывать, если вы альфа-клон, а вы, скорее всего, альфа-клон, и у вас не качана навигация, то есть, у вас фуэл-консервейшн, он не качанный будет вообще. Альфа-клон это дело прокачать не дает. Так же и авторбернер. Ваш корабль будет при таком фите не капостабилен. И в данном случае нам очень важна как раз-таки носфа. Даже если вас никто не нейтрит, то из-за NPC, кроме дрифтеров, вы сможете тащить капу. То есть, ваш корабль всегда будет капостабильный. Ну, как в моем случае, выходим из симуляции, при активированной носфе у нас корабль капстаб. Но даже если, мало ли, вдруг вы что-то не углядели, ваш корабль случайно остался без капы, то на самом деле он в любой тройке все равно выживает. Так как у него все равно достаточно приличное количество резиста, и у него очень большая откачка для пассивного корабля. В карго вам необходимо иметь ракеты и пасту, если, мало ли, вдруг вы погрелись. Ну и, естественно, дроны. Я проходил перед записью видео четверки гаммы, поэтому у меня лежат только Т-2 Валькирии. Прохождение вы сможете посмотреть чуть дальше. По кораблю мы разобрались. Важно иметь гиллу с хорошими скиллами. По СП вы сейчас видите, что моего персонажа, ну округлим 15 миллионов СП. При этом очень много скиллов, вот даже здесь видно, у меня не работает, у меня перекачано. То есть суммарно для того, чтобы вам начать нормально играть, вам либо надо пару раз оплатить его омегой, сделать и добить, выкачать гиллу перфектно для альфа-клона, либо просто хавать ежедневные инжекторы. После этого вы сможете вкачать необходимые себе скиллы, и вы уже сможете спокойно фармить. И, опять же, повторюсь, у нас 15 миллионов СП, лимит у альфа-клона, грубо говоря, 20. Но, опять же, лимит он сомнительный, потому что, в любом случае, после прокачки всего, чего надо, у вас все равно останется куча лишнего СП. Если вкратце пробежаться. По счетам у меня полтора миллиона СП потрачено, по дронам 2700, ракеты еще полтора, то есть, в принципе, сколько у нас получается, это уже, грубо говоря, 6, округлим, 6 миллионов СП, плюс еще инженерка, еще 2, 7 миллионов, то есть, грубо говоря, в 10 миллионов СП вы можете уложиться и сделать себе перфектную гиллу для альфа-клона. Очень важно, для альфа-клона, не для омеги, для альфа-клона. И на этой гилле вы уже спокойно будете себе зарабатывать и риски. Сейчас мы посмотрим, как эта гила с таким персонажем фармит четверки гаммы, а потом вернемся к обсуждению. Первый же респ и один из самых сложных респов в четверке. Это респ с карбидосом и, в общем, с дрифтерами. Очень важно в данный момент максимально быстро подтопить к карибдису на 15-20 километров. То есть, на таком расстоянии примерно он перестает по нам попадать. Если мы внимательно посмотрим лог урона, то сциллы наносят нам примерно по 50 урона, а карбидис фигарит сразу на косарик. То есть, важно, максимально быстро топим к нему в клосс. Как только он перестает по нам попадать, у нас кончаются с ними проблемы. И мы спокойненько можем зачистить этот респ. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...